где скобочки господи боже мой привет сегодня мы с вами поговорим наверное про наиболее эргономичную из всех эргономичных клавиатур которые можно только придумать это дактил мануформ я очень давно ее хотел попробовать и вот мне предоставилась такая возможность клавиатуру на обзор мне прислали но это видео до обзора никто не смотрел и мне конечно же важнее мнение вас зрителей чем мнение тех кто присылает мне всякие вещи на обзор но если вам интересно вот эта компания прислала клавиатуру эрга и вен будет ссылка внизу и будет промокод на скидосик на 10 кажется процентов там будет все внизу написано я сейчас уже не помню а не помню потому что прислали мне и и почти под новый год она пришла и я ее попробовал и потом все надо написать текст надо написать текст для видео сделать видео и сегодня я сидел и думал может быть я просто вам про нее расскажу и расскажу на самом деле качество сборки это будет наверное касательно ergo haven это самое важное что про них можно здесь сказать это качество сборки потом я попробую вообще подумать зачем это все надо потом я попробую сделать тест печати текста печати программирования что ли я попробую javascript и python потому что javascript это скобочки а python это отступы и посмотрим как это вообще работает ну и попробую подвести кое-какой наверное итог для начала давайте разберемся с качеством сборки первое что мне не очень на самом деле понравилось это вот этот вот черный проводок который должен соединять обе половинки то есть одно дело что в принципе можно уже собирать клавиатуры такие которые будут полностью беспроводными более того здесь очень достаточно места под батарейки например для этих клавиатур но сам проводок мог бы быть немножко ну побогаче что вот то есть он такой не то чтобы он плохой но я привык немножко другим проводам мне нравятся провода в такой тканевой оплетки и в принципе наверное это уже как бы почти что стандарт таких клавиатур но на самом деле мне кажется это один недостаток из двух то есть первый недостаток это проводок второй недостаток это наличие самого проводка я понимаю что если допустим делать беспроводную клавиатуру только это будет удорожание сборки да то есть получится что у вас будет другой контроллер который будет более дорогой плюс батарейка тоже что-то стоит но тем не менее наверное можно бы предоставить такую опцию своим клиентам насколько я знаю в магазине такой опции нет на мой взгляд на этом в принципе все недостатки сборки кончаются то есть понятное дело что это корпус распечатал нам 3d принтере я подозреваю что это материал пейлей который легче всего печатается но напечатан он исключительно то есть слои понятное дело что видно но все очень ровненько очень аккуратно очень красиво то есть я не вижу чтобы где-то были какие-то косяки печати например вот косяков печати нет даже если начать убирать свечи свечи здесь сделаны hot swap то есть свечи можно менять прямо в тот момент как клавиатура работает и поменять на другие то качество среза вот этого качества посадочного места под switch тоже очень хорошие то есть печать на самом деле на уровне второе здесь есть такая акриловая крышечка и она вырезана я не знаю чем она вырезана наверное лазером но качество среза точно тоже очень приятно то есть если так вот потереть об качество среза то в общем не она не царапается и не режет руки потом есть такие резиновые пипки которые не дают клавиатуре скользить по столу и в принципе здесь вот эти вот металлические болтики под шестиграничек сделаны и на самом деле в самом корпусе тоже посажены такие специальные сердечники то есть можно выкручивать болтики много-много раз и закручивать обратно и ничего не разболтается в принципе я тоже тоже так делаю потому что ну не лично мне нравится это как такой как уровень качества что ли у меня не просто в пластик саморез входит а у меня там именно сердечничек и такое сопряжение очень классная получается потом следует отметить наверное печатную плату то есть понятное дело что клавиатура очень странной формы да и печатная плата такой формы в принципе как бы быть не может они обычно очень ровный но на самом деле сейчас можно заказать печатные платы которые будут пол миллиметра толщиной и такие платы вот здесь я вижу она наверное чуть больше чем пол миллиметра но тем не менее они как бы гибкие становятся и поэтому здесь эти печатные платы выполнены такими лентами и собственно эти ленты повторяют изгиб колонок а между лентами они уже соединены просто такими железными проволочками то есть в все довольно-таки аккуратно сделано потом под контроллер и под собственно аудио вход который соединяет две половинки тоже сделаны небольшие такие маленькие платки которые прикручены на маленькие такие саморезики все очень аккуратно выполнено то есть иногда допустим смотришь на какие-то самодельные клавиатуры и на них вообще без слез не взглянешь и мне тоже писали некоторые ребята в комментарии по поводу клавиатур что я бы себе такое на стол не положил на самом деле вот такую клавиатуру на стол положить совершенно не грех следует также заметить что это мои накладки на клавиши то есть я попросил прислать только клавиатуру со свечами и мне прислали клавиатуру прислали клавиатуру с черными свечами я попробовал черные свечи это линейные свечи не зашло совершенно очень много у меня было опечаток поэтому мне пришлось докупить тактильные свечи это не синие свечи от Ну, в общем, написано будет внизу в описании, что это конкретно за свечи фирмы Акко. Я их просто зашел, купил на Амазоне и там их был набор, которых чуть-чуть не хватило для этой клавиатуры. Это может быть важно тоже, как бы это не качество сборки уже, я думаю, что про качество сборки мы, наверное, уже закончили. Да, еще один важный момент. Не был положен, собственно, провод, которым вы его будете подключать к компьютеру. Но важное замечание, что контроллеры здесь уже USB-C, то есть это уже не микро-USB, который там шаткий и очень часто бывает такое, что он просто отламывается от контроллера. Здесь USB-C, наверное, это какой-нибудь Elite-C контроллер. Очень классный, но говорю, что проводок, который соединяет две клавиатуры, такой дешевенький. Провод, который должен вашу клавиатуру подсоединять к компьютеру, его нет. Я думаю тоже, на самом деле, честно заметить, что у большинства энтузиастов механических клавиатур есть вот эти вот провода, которые там колечками идут, такие кольцами. И это тоже, на самом деле, один провод сможет стоить довольно дорого. И если люди покупают себе новую клавиатуру, не обязательно они покупают себе новый провод. Возможно, это как-то обусловило то, что его там нет. Но, как я сказал, лучше бы, чтобы его там вообще не было, чтобы была клавиатура полностью беспроводной. В принципе, это примерно то, чем я делаю сейчас свою клавиатуру. Давайте поговорим вообще, зачем такая клавиатура может быть нужна. Ну, если вы посмотрите на мои пальцы, они неровные. То есть, они не все вот такие вот ровненькие. И, соответственно, когда я их сгибаю, то они все равно неровные. И в итоге в этой клавиатуре они лежат довольно-таки равномерно. То есть, все эти изгибы подобраны примерно по длину пальцев. И в итоге ваши пальцы дотягиваются до клавиш гораздо легче в теории. Понятное дело, что длина пальцев у всех все-таки разная. Несмотря на то, что вообще абсолютная длина разная, но еще и относительная длина тоже разная у всех. И, насколько я знаю, этот корпус вообще параметрический. Если вы его будете печатать самостоятельно, то, в принципе, его вроде как можно подобрать под свою длину пальцев конкретно. И тогда, наверное, эта клавиатура будет идеально рассчитана для вас. Но, в принципе, с этой стандартной клавиатурой мне было тоже довольно-таки удобно печатать. И вообще, я должен сказать, опять-таки, зачем? Затем, что все люди разные. У некоторых людей им достаточно клавиатуры за 150 рублей. И они вообще не испытывают никакого дискомфорта. Печатают со скоростью 100 слов в минуту на таких мембранных клавиатурах. Но у других людей строение кости или, я не знаю, мышц или нервов немножко другое. И другие люди получают себе просто туннельный синдром, если они работают за обычной клавиатурой, сгибая руки. Есть истории, когда люди переключались с обычных клавиатур с туннельным синдромом на такие клавиатуры, и у них туннельный синдром заживал. У них проходили все симптомы. И, в принципе, как бы они, как сказать, это довольно страшный недуг. Особенно страшный недуг для людей, которые работают руками. То есть, не нужно думать, что если туннельный синдром вы не сможете печатать что-либо, вы поднимать вещи, в принципе, особо не сможете, потому что у вас ослабнут руки. Поэтому, если у вас есть намеки на боли и прострелы где-то в кистях, если у вас там болят, ломят пальцы, подумайте про эргономические клавиатуры. И, возможно, такая дактил-моноформ клавиатура это то, что вам нужно. Наверное, еще один зачем. Если вы покупаете подобную клавиатуру, то ее можно настроить под себя. То есть, все клавиши можно переназначить, как душе будет угодно, но и не со всеми клавиатурами, которые есть на рынке, которые, как сказать, массового производства это можно сделать. Здесь можно назначить прямо там любые комбинации клавиши на одну кнопку. Например, у меня на моей клавиатуре по нажатию на кнопку мьютится зум, и точно так же по нажатию на другую кнопку у меня выключается камера. То есть, я специально настроил такую глобальную клавишу, которая на самом деле выстреливает комбинацию клавиш Ctrl-Alt-Shift плюс кнопка на одну клавишу. И это очень удобно, на самом деле. То есть, у меня есть две кнопки на моей клавиатуре, которые помогают мне сидеть в митингах более комфортно. Теперь давайте, наверное, перейдем к тесту печати. Что я еще должен сказать, что я купил такие подкладочки, потому что моим рукам было вообще капец некомфортно на такой высоте работать. Вот, с подкладочками стало чуть-чуть получше. Но на самом деле штука этой клавиатуры в том, что вы должны настроить ее таким образом, чтобы руки у вас вообще никуда не ходили. И когда руки лежат в этой клавиатуре, то все, вот видите, все кнопки нажимаются. То есть, до всех кнопок, в принципе, вы можете дотянуться. И пальцы совершают минимальное движение. Необходимое для того, чтобы дотянуться до кнопок. То есть, иногда приходится, вот видите, у меня мизинец коротковаткий, мне приходится уходить туда, чуть подальше. Клавиатура Plug and Play, в принципе, она работает сразу же, когда, как только вы ее подключаете. Я выберу урок попроще, потому что печатать на этой клавиатуре я могу очень только медленно. Клавиатура Клавиатура Писать код на этой клавиатуре мне будет очень больно, потому что я вообще не помню, где находятся какие символы. Так что, ребята, если вы научитесь писать, отпечатать на этой клавиатуре, если вы запомните, выработаете мышечную память, где какая кнопка, у вас это будет получаться гораздо быстрее. Плюс вы, конечно же, сможете перенастроить с помощью вот такого вот инструмента замечательного Vial. То есть, это, на самом деле, если я здесь кнопку поменяю, то она тут же перезашьется в клавиатуру. То есть, можно будет перенести, например, скобочки куда-то в более удобное место. Здесь, видите, они не в очень удобном месте для программирования, на мой взгляд. То есть, это, получается, у вас средний палец должен вниз уходить и безымянный палец должен, да, вниз уходить. То есть, я, на самом деле, это держу у себя как шпаргалку, потому что на этой клавиатуре я, ну, не решился я вырабатывать мышечную память просто ради теста этого видео. Я надеюсь, вы меня поймете. Ну, давайте попробуем, попрограммируем. Я буду программировать своего Telegram-бота, который в Open Source находит и который, на самом деле, чистит всякий спам у меня из канала. Код очень такой смешной. Вы его, пожалуйста, Тимуру не показывайте, и все хорошо будет. Поехали. Как вы видите, мне здесь подсказывает Copilot. Это довольно, на самом деле, прикольно. Вот видите, я путаю уже, где цифры, где равно, где равно, я вообще не вспомню. Здесь, вот равно, где скобочки, господи, боже мой. Copilot печатает быстрее. Вот именно так он меня и заменит. Вот видите, уже немножко процесс чуть-чуть побыстрее пошел. Так. Я привык, что у меня все-таки цифры есть. Здесь цифры нет, и мне приходится прямо очень больно. Спасибо, Copilot. Я вместо таба нажимаю Escape постоянно, и он у меня сбрасывает. Видите, опять. Ну, я думаю, хватит JavaScript. Вы поняли, что это очень-очень больно, если вы не привыкли к этой клавиатуре. Но потом вы будете набирать код просто как песня. Давайте попробуем Python. Или Python, тут как больше, кому больше нравится. Я тоже нашел здесь какого-то бота. Попробуем писать Telegram-бота на Python. Так. Ну вот. Я думаю, на самом деле хватит программирования. Как вы поняли, программирование очень сильно опирается на спецсимволы. И без изучения спецсимволов это будет просто каждодневная боль. Но понятное дело, что вот эти вот символы все, например, можно унести вот с этих непонятных мест куда-нибудь вот сюда. Но понятно понимать, что с подобной клавиатурой вы должны заточиться под эту клавиатуру. Но это не значит, что при переходе на стандартную клавиатуру у вас будут проблемы. У вас будут некоторые проблемы. Но на самом деле вы же печатаете и на русской, и на английской раскладке. Здесь то же самое. У вас просто будет ментальный переход другой. Вот у вас руки легли в эту клавиатуру. И вы понимаете, что вы печатаете по этой. Видите, набирать текст я более-менее могу. То есть под текст у меня мышечная память уже выработалась на ортолинейную клавиатуру. Но набирать вот эти спецсимволы, здесь они просто все на других местах. На моей клавиатуре они все на стандартных местах. Они все, в принципе, на верхнем ряду. Надо сказать, что есть Ergodox с верхним рядом. То есть у вас там не будет таких проблем. Вам просто нужно будет тянуться на верхний ряд. Что, наверное, лучше для программирования, не знаю. Но тот, кто программирует на Ergodox, я сказал, на Дактиле, на Дактиле Моноформ, расскажите, где у вас вообще расположены на самом деле эти кнопки. В общем, ребята, какой итог? Это может быть как самая лучшая клавиатура, так и самая худшая клавиатура. Если вы на нее перейдете, первую неделю вы будете вообще умирать просто гарантированно. Потому что у вас будет просто рваться мозг от того, что все кнопки в других местах. Но потом потихоньку вы начнете вырабатывать новую мышечную память. И ваши руки вам скажут, скорее всего, спасибо. Потому что руки перестанут уставать. И у вас больше не будет каких-то там непонятных зажимов на руках. Вам не надо будет откидываться от монитора, чтобы у вас избежать вот этого залома рук. Некоторые откидываются просто и поэтому как бы можно печатать быстро, можно печатать вслепую. И соответственно избежать каких-то заломов. С этой клавиатурой такого не будет. Если вам интересны какие-то другие клавиатуры, у ребят на сайте есть другие варианты клавиатуры. Они собирают их в Краснодаре, отправляют по всему миру. В описании будет код на скидосик. Так что в принципе вы вообще можете ее собрать сами. Но если вам лень, или вы если не умеете держать в руке паяльник, то почему бы не заказать эту клавиатуру кому-нибудь на сборку. Буду ли я ее переходить? Как вы на нее переходить? Скорее всего нет. Как вы видели, для меня это на самом деле не имеет смысла. То есть моя клавиатура, она, эта клавиатура наверное даст мне еще плюс 5% к эргономичности от того, что у меня уже есть. То есть если бы у меня не было моей клавиатуры, я бы скорее всего дал бы ей шанс, поработал бы с ней подольше. Но у меня есть моя клавиатура, я собираюсь ее развивать дальше. И я собираюсь работать с ней. Также возможно с цифровым рядом клавиш было бы удобнее лично мне. То есть я все-таки привык, что у меня есть цифровой ряд клавиш. Он есть и на моей клавиатуре. И собственно именно это тоже было вот самой большой наверное загвоздкой. В то, что когда мне нужно было набрать цифру или какой-то символ, у меня прямо все сразу же стопор был. Вы это сами видели. Если у вас есть какие-то пожелания, какие-то клавиатуры я еще должен рассказать.